Как известно, Томский государственный университет сыграл большую роль в победе в Великой Отечественной войне. Большую роль сыграли и студенты. Уже с первых дней войны студенты-выпускники призывались на фронт, и всего за годы Великой Отечественной войны из университета ушло на фронт более 400 студентов. Многие из них погибли, к сожалению, на фронтах Великой Отечественной войны, но какая-то часть из них вернулась обратно домой, где их ждали родные и близкие. Среди тех, кто был призван на фронт, был Михаил Павлович Евсеев. Еще до Великой Отечественной войны он поступил на историко-филологический факультет, учился, помимо учебы участвовал в литературном кружке, участвовал в археологическом кружке Угреневича, выезжал на археологические экспедиции. Но в 1943 году он был призван на фронт, участвовал во многих сражениях, в том числе под Полтавой, был дважды ранен и, вернувшись уже раненым в Томск на студенческую скамью, он с такой же, так скажем, стойкостью проходил обучение. Я, несмотря на свои ранения, с отличием окончил Томский государственный университет, одним из лучших выпускников историко-филологического факультета. Впоследствии был ассистентом, доцентом, профессором и деканом экономического факультета. Можно много говорить о тех, кто приходил в университет израненными, но, тем не менее, их стойкость, их жизнелюбие помогали студентам, школьникам, которые приходили со студенческой скамьи учиться только на отлично. Таким примером может служить и Михаил Куваев, который, получив тяжелое ранение, проходил излечение в Томском госпитале, и, несмотря на свои тяжелые ранения, он даже поступив в Томский государственный университет, не мог уходить из больничной палаты, и на какое-то время больничная палата даже стала его аудиторией. Но, преодолев все, он смог окончить физико-математический факультет, и впоследствии тоже многое сделать для Томского государственного университета, в будущем став профессором механико-математического факультета. Заканчивалась Великая Отечественная война, и все больше и больше фронтовиков приходило в Томский государственный университет. И фактически мы можем говорить о том, что фронтовики, вернувшиеся с фронта, создали такое своеобразное фронтовое братство. Так они называли вот эту свою дружбу между собой, именно фронтовым братством. И их именно показывали пример, как я уже говорил, школьникам, пришедшим только обучаться, вот этому жизнелюбию и своей стойкости. Несмотря на свои ранения, они учились только на отлично, участвовали в общественной и политической жизни университета, участвовали во всех кружках. Большинство из них были и сталинскими, и куйбышевскими стипендиатами. Вот такой пример фронтового братства, который даже выбрали своим президентом Вениамина Фадина, говорит о том, что сплотившись в годы Великой Отечественной войны, они показывали вот такой пример для будущих поколений. Вот в этом фронтовом братстве, помимо Фадина, были знаменитые профессора в будущем, Михаил Силантьевич Бобровников, Владимир Никитич Дитинко, Владимир Исейч Зуев. Все они стали профессорами, уважаемыми членами нашего большого университетского коллектива. Ну а Владимир Исейч Зуев сыграл большую роль в создании нашего Академгородка в Томске, стал академиком, героем социалистического труда. Вот это фронтовое братство участвовало во всех важных делах университета. И вот таким одним очень большим делом это была организация памятника нашей университетской роще. Как известно, до 1965 года в Советском Союзе не было официального праздника 9 мая, но тем не менее фронтовики 9 мая собирались в университетской роще и вместе с сотрудниками университета праздновали этот великий день. А с 1965 года, когда праздник приобрел уже такое всенародное значение, фронтовики в том числе выступили с инициативой об организации такого вот памятника в университетской роще. Начался сбор денег и первыми, кто активно участвовал в сборе именно финансовых средств на создание памятника, были ветераны Великой Отечественной войны, те фронтовики, которые принадлежали к так называемому фронтовому братству. Памятник был установлен и в 1967 году уже на открытии памятника ректор Томского университета, тоже фронтовик Александр Петрович Бучков сказал очень важные слова, что вот этот памятник, он будет служить призывом к победам, ради которых сражались и погибли в том числе студенты Томского государственного университета. Начиная с этого знаменательной даты, с 9 мая 1967 года в университете сложилась хорошая традиция именно 9 мая собираться у памятника, возлагать цветы, вспоминать ветеранов и вспоминать тех, кто погиб на благо Советской Родины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова